Если театр начинается с вешалки, то выборы с напоминания о противоковидных мерах. Только переступив порог избирательного участка, голосующим напоминают о соблюдении пандемийных мер. Измерение температуры, дезинфекция, выдача масок и перчаток – обязательно для всех. Таковы правила. И только после того, как все соблюдено, избиратель направляется к стойке для регистрации. В руках избирателя три бюллетени. Выбирают по двум спискам депутатов в Госдуму и по третьему в Народное собрание республики. Выбор – это важное событие не только для нашей республики, но и в целом для России. Это будущее нашей республики и будущее России. В связи с этим мы должны сплотиться вокруг Российской Федерации и продолжить курс, значит, и в федеральном центре. Я бы хотел обратиться к жителям нашей республики, чтобы они пришли, проголосовали. За кого проголосуют? Это воля каждого гражданина. Ну, очень удобно. Выборы-то проходят три дня, и они могут спокойно прийти, взвешенно оценить свою работу наших избирательных участков, работу наших кандидатов и сделать свой выбор. Список кандидатов и политических партий, которые участвуют в выборах, висит на каждом избирательном участке. И голосующий может быстро найти в этом перечне тех, кто, по его мнению, достоин представлять регион в Госдуме и Народном собрании в ближайшие пять лет. И от выбора сегодня зависит судьба нации завтра. В 714 избирательном участке проголосовать должны более 2600 человек. Сделать это они могут в первой сельской школе. Для голосования обязательно наличие паспорта и присутствие голосующего, если это позволяет здоровье. В противном же случае избиратель обращается в участок и проголосовать он сможет на дому. Явка у нас неплохая сегодня, так как это рабочий день у людей, но тем не менее до работы, к 8 часам очень много людей приходило, проголосовало, но процентов на 15. Наличие комнаты для ребенка, где родители могут оставить своих детей, пока они голосуют, комнаты отдыха и молельной обязательно на каждом участке. А в кабинете напротив дежурит врач. Если избирателям станет плохо, он окажет первую медицинскую помощь. Так как у нас бывает, когда проходят пожилые люди, у них там бывает проблема с давлением, повышенное давление бывает, и нам иногда приходится оказать первую медицинскую помощь. И для этого у нас есть все медикаменты, чтобы оказать первую медицинскую помощь. А в принципе, что может человеком случиться? Ну, по-разному. Например, если давление повысится, то надо измерить давление. Там, если давление высокое, сделают укол. А если там давление не такое высокое, то мы даем таблетку под язык. И если лучше не станет, то мы делаем укол и вызываем врача. Но таких случаев у нас не было, чтобы там надо было вызывать врача. Так сказать, на всякий случай? На каждом участке работают около 10 членов избирательной комиссии. За их работой, помимо онлайн-видеосъемки, следят и общественные наблюдатели. Их задача – контролировать, чтобы процесс проходил без нарушений и не допущения попытки сфальсифицировать голосование. Всего в республике открыто 137 избирательных участков. Четыре из них развернуты в сельском поселении Кантышева. За три дня голосования сделать свой выбор должны около 10 тысяч сельчан. Муслим Ганиев, Рамазан Зурабов, Новости 24.